Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире народного православного проекта «Союз Онлайн» меня зовут Тимофей Обухов. На сегодняшней страничке церковного календаря имена многих святых от времен земной жизни Христа до наших дней, в их числе апостол Иуда, брат Господень, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, святитель Иов. И вот как раз о нем, первом московском патриархе, пойдет речь в эти 15 минут прямого эфира. Главной целью деятельности патриарха Иова было укрепление в стране православия и русской церкви. Святитель провел целый ряд административно-церковных преобразований. При нем развивалась миссионерская деятельность в отдаленных регионах государства. Возрождались храмы и монастыри, и было основано более десятка новых, в том числе Донской монастырь в Москве. При патриархе Иове было прославлено святой Василий Блаженный, преподобный Иосиф Волоколамский, святители Казанские Гури и Варсонофии, благоверный князь Роман Углический и другие. Возобновилось печатание богослужебных книг, причем с исправлением существовавших в них неточностей. Первый московский предстоятель отошел ко Господу в 1607 году. И почти полвека спустя при патриархе Иосифе нетленные мощи святителя Иова были перенесены в Успенский собор Московского Кремля. А прославление в лике святых состоялось в 1989 году. И сегодня приход столичного храма в Кунцево, освященного во имя святителя Иова, отмечает престольное торжество. На праздничной литургии побывала и наша съемочная группа. Эльвира Гордеева выходит на прямую связь со студией и готова поделиться подробностями события. Эльвира, здравствуйте! Здравствуйте, Тимофей! Добрый день, уважаемые телезрители! В первую очередь хочу попросить рассказать о храме, в котором вы находитесь, и о том, как прошло в нем праздничное богослужение. Московский храм святителя Иова, где мы сейчас находимся, это новопостроенный церковный комплекс на Можайке, который имеет статус патриаршего подворья Старицкого Успенского монастыря. Что примечательно, это единственный храм в мире, освященный в честь первого патриарха Московского и всей Руси. В составе комплекса однопрестольная однокупольная церковь на 300 прихожан и дом Причта. В Великопостную крестопоклонную неделю в 2017 году чин великого освящения этого Дома Божия совершил святейший патриарх Кирилл. А сегодня, в день престольного торжества, божественную литургию в храме возглавил благочинный западного церковного округа протеерей Серафим Недосекин. Я предлагаю вам посмотреть небольшой фрагмент богослужения. Милости в бою человека, любез Бог еси и тебе, славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки и веков. Аминь. А святителю Отцу и Отцу нашему и его, первому патриарху московскому, месье России, с умелением сердца наших, помолимся. Аминь. Храмы и обители созидая, даже церковь российскую укрепляя, от моря до моря и даже до границ сибирских. Твердь муж и исповедник православной веры явился и сиотче во времена попущения Божия. Даже поругание и изгнание подъем в обители пустыней, где же и чини на частей приял еси, душу твою в руце Божией светло предал еси. Не пристай, святче Божий, первосвятителю Христов, люди земли твоей я укрепляти, веру православную крепко держати и во смирении пребывати. Град Стольный, Москву, сохрани от нахождения лютых избави. О, святителю, притихи и премудрый, сподоби нас, светлости ради жития твоего, смиренно мудрию поучитесь. Та-та-та, живущая, мирный конец, подоби всеприятий, царствия Христова, Сына Божия, получите. Славными, милостивыми, молитвами твоими. Аминь. По окончании богослужения отец Серафим поздравил приход храма с престольным торжеством и обратился со словом напутствие к молящимся и духовенству. Давайте послушаем. Дорогой отец настоятель, ваше преподобие, отец Александр, дорогие отцы, сослужители, братья, сестры, прихожане всего храма, честь святителя Илова на Можайском шоссе, здесь в городе Москве. Всех вас сердечно поздравляю с престольным праздником. Этот праздник радостный, потому как он в начале середины месяца лета празднуется. И мы, воспоминая сегодня первого святителя, святителя Илова, молимся угоднику Божию, чтобы он ходатайствовал перед Богом о нас за весь первопрестольный град наш. В наше нелегкое время, когда мы переживаем сейчас те ситуации и болезни, и скорби, людям необходимо какое-то иметь прибежище, твердость, упование и надежду. И, всматривая в жизнь, всматриваясь в святителя Христова Илова, мы видим, что, будучи еще мальчиком Иоанном и живя в Старице, он сам укреплялся верой. Укреплялся верой, что привело его принять монашеский пост. И там, в этом монастыре, Свято-Успенского, Старицкого монастыря, он проживал, пока не заметил его Иоанн Грозный. И так, святитель Христов от силы в силу поступательно поднимался по духовной лестнице, совершенствуя прежде всего себя. И это было замечено многими людьми, что десница Господня его возвела в первые святители в Патриархе Московской. Был возведен, где начал свою деятельность, он заложил все необходимое для совершения первосвятительского служения. До сих пор эти все службы, патриарши, жизнедеятельности Церкви, они до сих пор работают. Именно святитель Иоанн является, положил этому начало, как первенец из первоиерархов Русской Церкви. Сегодня мы вспоминаем, что он укреплялся в Боге, в вере. Он знал Священное Писание, цитировал его на память не только Евангелие апостолов, но и читал Псалты. И первым делом он, как патриарх, учредил в Москве печатание священных книг, чтобы больше распространить среди народа Божьего, чтобы они вчитывались и знали Евангелие, и строили свою жизнь по Евангелию. Он буквально за шесть лет сделал в Москве невозможное. Это подвижнический труд. Двенадцать построев храмов и три монастыря. Его служение – это сплошные труды, это служение людям, это все необходимое устройство в Церкви, которое необходимо было для распространения веры и миссионерства, и учреждения новых епархий и распространения их. Уважаемые друзья, на этом время нашего прямого включения подошло к концу. Благодарю вас за внимание и прощаюсь до новой встречи в эфире «Союза». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова